Приветствую, друзья! С вами врач-хирург, врач общей практики Кутепов Денис, первая категория, стаж работы 10 лет. И сегодняшнее видео будет чрезвычайно полезно и интересно тем людям, которые часто болеют различными вирусными заболеваниями. Простуда, грипп, парагрипп и многие другие вирусные инфекции. Почему? Потому что я раскрою, так сказать, тайну некую, дам вам информацию про самый лучший препарат от простуды и других вирусных инфекций. Да, друзья, я дам конкретное название лекарства и объясню подробно и думаю, что доходчиво, почему это лекарство является самым лучшим. Ну что ж, кто заинтересован, кому это важно, поехали! Итак, этот препарат в основном из арсенала хирургов, дерматологов, ну и, конечно же, инфекционистов. Он назначается при лечении папиллома вируса человека практически всех типов герпеса, бородавок, контагиозного моллюска и даже тяжелой формы кори. Ну и многие-многие другие вирусные заболевания трепещут, так сказать, перед этим препаратом. Называется он, это вещество, инозин праналбекс. Либо есть лекарство с таким названием, либо изопринозин, либо нормамет. Чтобы не думали, что я рекламирую какой-то конкретный препарат, вот, пожалуйста, вам список, так сказать, небольшой, но все-таки список лекарств, в которые содержат это вещество. Инозин праналбекс. Чем же он так хорош и почему я называю его лучшим препаратом в лечении вирусных заболеваний и простуд, и гриппа, и ОРВИ, и прочим? Дело в том, что это один из немногих препаратов, который стимулирует НК-клетки. Нативные киллеры, о которых я уже говорил в видео, как повысить иммунитет. Давным-давно это было, но актуально, наверное, будет всю жизнь. Так вот, этот препарат стимулирует НК-клетки, нативные киллеры. Чем же они так интересны и так особенны? Дело в том, что большинство противовирусных препаратов, они воздействуют либо на сам вирус, либо на выработку интерферона, который призван уничтожать вирус. Но почему же все простуды и прочие вирусные инфекции, герпетические, папилломовирусы, так плохо лечатся противовирусными? Дело в том, что вирус в основном в чистом, в свободном своем виде не находится. То есть, находится, конечно, в период, но только в период, когда он из клетки в клетку, так сказать, перемещается, путешествует. Но в большей степени жизнедеятельность вируса находится внутри клетки. То есть, он как в бункер заходит в клетку, которая защищает его от воздействия любых противовирусных агентов. Но есть такая клетка, которую я уже сказал, то есть, НК-клетка, которая воздействует именно даже не на сам вирус, а на клетку, в которой сидит этот вирус. То есть, каждая клетка организма имеет на своей оболочке внешней некие рецепторы, факторы, которые подтверждают, что она нормальная клетка, своя, не опасная, не чужеродная. И это как бы документ, который эта клетка предъявляет как раз-таки тем самым иммунным клеткам, нативным киллером, которые курсируют постоянно по организму и, так сказать, спрашивают паспорт у каждой клеточки. Так вот, дело в том, что когда клетка нормальная заражается каким-либо вирусом, у неё эти документы пропадают либо меняются. Такое же происходит, когда клетка мутирует в опухолевую клетку. То есть, это один из механизмов формирования и опухолевого процесса. Так вот, когда вирус простуды или любой другой вирус попадает в клетку, рецепторы либо пропадают, либо меняются. Нормальные киллеры подходят к клетке, спрашивают у неё документы, а документов либо нету, либо они неправильные, поддельные. И эта клетка воспринимается с этого момента нативными киллерами, НК-клетками, как чужеродная и подлежащая уничтожению. И, соответственно, вместе с этой клеткой уничтожается и её пассажир, так сказать, паразит, вирус. Так что, друзья, часто болельщики, надеюсь, вам информация была полезна. Пробуйте, тестируйте препарат и, пожалуйста, пишите в комментариях о своём опыте использования, об отзывах. Возможно, этот препарат кому-то изменит жизнь к лучшему. На этом на сегодня всё. Всем здоровья, пока!